Я был три раза сейчас на юге, и первая поездка была в том числе в Мелитополь. И вот в этой поездке мне больше всего впечатлило тот факт или тот страх, который видишь там в глазах людей. Причем не у тех, которые не согласны с военной операцией, это по моим оценкам большинства, именно они ругаются, ищут камеры и скажут, насколько они не согласны. А те, которые согласны, и это большинство, я вижу это на площадях, когда там сотни людей, они шепотами идут мимо солдат и говорят, спасибо, ребята, не уезжайте. Они очень боятся, и они прямо это сказали, они очень боятся, что русские уходят, и там будет расправа. То, что, в моем понимании, произошло в Буче, кстати. И то, что сейчас Алина рассказывала из Мариуполя, это очередной такой пример, что женщина боялась просто правду говорить, боясь, что, не дай бог, русские уходят, и будет расправа. Я не хочу сейчас долго это время отнимать, я просто хочу один пример говорить, потому что Запад всегда говорит, это российская пропаганда, если говорят, что Азов и другие подразделения украинские используют мирных жителей как живой шит. Я пишу на немецком и читал на днях одну статью в немецком журнале «Шпигель», которая, наверное, многим известна, и там было очень удивительное предложение. Там они писали, конечно, звучало все очень положительно звучалось, но писали, что в Мариуполе, значит, им, Шпиглю, рассказывали люди в Сапорожье, которые из Мариуполя приехали, рассказывали им, что нацбаты провели, вежливо, конечно, провели мирных жителей в подвале и заняли позиции в квартирах над этими подвалами. Звучит это западных СМИ, как будто они их защищают. А простите, что это такое, если бойцы занимают свои позиции боевые над этими подвалами, где сидят мирные жители. И насколько они добровольно в этот подвал пошли.